В этом произведении есть один персонаж, он не самый значительный, но очень колоритный. Это кот-бегемот. У нас, вы знаете, есть традиция, мы кошек пристраиваем. Ух ты! Это кошечка. Это кошечка. Шурочка. Шурочка. Вот это кошечка-шурочка. Кошечка-шурочка. Будет теперь бегемот-шурочка. Да, мы найдем ей хозяев. Ммм, какая милая. Да. Нет, бегемот большой, страшный, толстый. Почему страшный? Ну, страшный. А шурочка-милая. Ну, там все такие персонажи, когда я читал это произведение, они все немножечко амбивалентные. То есть нельзя сказать, что кто-то, ну, кроме, естественно, мастера, который абсолютно такой рафинированный персонаж, все остальные, ну, вот, допустим, Маргалита, она, с одной стороны, вызывает симпатию, с другой стороны, действительно, ведьма, не говоря уже о Воланде. Вот многие упрекали, кстати, Булгакова за то, что он романтизировал сатану, что вот у него дьявол вызывает абсолютную, ну, какую-то вот интерес и действительно симпатию. Вы знаете, людям, мне кажется, всегда очень было бы интересно заглянуть в то, что им недоступно, что такое вот, что за гранью смерти, что такой потусторонний мир. И именно поэтому и пользуются большим успехом различные передачи о каких-то паранормальных явлениях и способностях людей как бы видеть души мертвых и так далее. Конечно, каждому человеку рано или поздно приходит в голову мысль, а что или кто нами управляет. И здесь очень эта тема так ярко раскрыта Булгаковым, когда... И в то время это был настоящий взрыв. Это была революция. Это было сейчас об этом, в принципе, если говорить, что это будоражит сознание. А в то время это просто было что-то невероятное, как будто бы человек с другой планеты. Вы представляете, в стране, в которой нет у нас ни секса, ни пороков, вдруг, естественно, не бога, все вот такие атеисты. И вдруг раскрывается такая тема, и не просто раскрывается, или там она просто лейтмотивом проходит через весь роман, наложится в его основу. Поэтому, конечно, всем интересно, если существует дьявол, то какой же он. Каждый, конечно, несмотря на то, что в романе есть достаточно такое яркое описание этого персонажа, все равно каждый для себя рисует своего Воланда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.